Добрый день, друзья! С вами Ольга. Сегодня я буду заниматься осенними переделками в саду, убирать металлические опоры для княжиков и на их место сажать ели инверса. Приглашаю вас поучаствовать вместе со мной в этом процессе. Хвойные новинки для своего сада. Это ели акракона, инверса и форманик. Сегодня будем сажать ели плакучей формы, но для их посадки необходимо убрать вертикальные опоры с княжиками. Они были установлены несколько лет назад и прошлым летом их основание я декорировала камнями, глиняным кувшином и почвопокровными растениями. Почему решила их демонтировать? Ну, просто поняла, что они здесь среди альпийской горки и хвойных растений лишние. Такую вертикаль прекрасно заменит ель инверса на природные формы и также ель форманик, которая гармонично будет смотреться среди камней. С противоположной стороны находится такая же вертикальная металлическая стойка для лиан. Ее тоже я буду убирать и на ее место сажать ель. Итак, начнем с посадочного места для ели форманик. Необходимо убрать часть камней и выкопать почвопокровные растения около этой стойки. Молодилу для роста требуется совсем немного грунта и оно любит расти среди камней. Продолжение следует... Теперь снимаю с опоры княжек и часть его побегов укорачиваю. Я думаю, теперь без этой металлической опоры горка смотрится более естественно. Остается выкопать княжек, которые чуть позже я пересажу в другое место. Прежде чем готовить вот здесь посадочную яму, надо убрать чебень. Теперь необходимо удалить часть геотекстиля. Посадочная яма должна быть в 2, а то и в 3 раза больше земляного кома растения. Самое трудное для меня в этом процессе это копать яму. У нас на участке тяжелая почва, это глина, камни и иногда мне приходится обращаться за помощью к мужу. Для ели и форманик лучше подойдет супесчаный или суглинистый грунт. Уровень кислотности от нейтрального до кислого. У меня вот есть готовый грунт для хвойных растений, но я его буду смешивать со своими компонентами. Это песок, сосновая иглица, перепревшая кора и верхняя часть почвы лесной подстилки, которая содержит микоризу почвенных грибов. Посадочная яма готова. На дно укладываю сосновую иглицу и затем готовлю почвосмесь. Она должна быть легкой, рыхлой и воздухопроницаемой. Теперь заполняю яму грунтом и хорошо увлажняю. Достаю растение из контейнера и проверяю корневую систему. Она здоровая, корни хорошо развиты, есть даже молодые белые корешки. Обычно я стараюсь не нарушать земляной ком, но по возможности лучше, конечно, расправить. Особенно, если корни смотрят по направлению не вниз, а вверх. Устанавливаю саженец в посадочную яму. Засыпаю грунтом и проверяю, чтобы корневая шейка была на уровне с поверхностью земли. Заглублять ее не надо. После посадки обильно поливаем. В воду можно добавить любой корнеобразователь. У меня в данный момент есть фитозон для укоренения хвойных. Приствольный круг обязательно мульчирую в данный момент сосновой корой. Но иногда я мульчирую сосновым опадом или щепой. Это позволяет сохранить влагу. И так как это осенняя посадка, то мульчирование поможет защитить корни от вымерзания. Эта ель может принимать плакучую форму со свисающими вниз ветвями. Или может стелиться просто по земле. Все зависит от высоты прививки. Но если вы хотите увеличить ее высоту, то один из побегов просто можно зафиксировать к опоре. Теперь остается распределить камни. Один побег я зафиксировала в вертикальном положении. Остальные пусть телятся по камням. Благодаря чему ветки не будут намокать и претят земли. Итак, высоту ели регулируем сами. А вот в диаметре она может разрастаться до 1,5 метра. Хотя, в принципе, рост в стороны тоже можно контролировать. Добавляю у подножия крупных камней более мелкие. Еще в композиции мне нравится добавлять мхи и лишайники. Так что этот ягель тоже хорошо будет смотреться среди камней. Работа в этом небольшом участке альпинария закончена. Ель форманик посажена. И аналогичную работу с елью инверса я проведу на противоположной стороне участка. И затем, чтобы не повторяться, покажу вам, что же в итоге получилось. Вот здесь теперь вместо металлической вертикали теперь будет расти и развиваться замечательная ель инверса с плакучей формой кроны. У нее обычно отсутствует ствол, но с помощью подвязки одного из побегов можно регулировать ее высоту. А в дальнейшем с возрастом деревце может причудливо изгибаться. Субтитры создавал DimaTorzok Для яркости в композицию добавляю вереск. Почва-смесь должна быть кислой, состоящей из песка, торфа и соснового опада. И кислотность почвы от 4,5 до 5,5 единиц. Для оформления композиции я приготовила камни. Они из леса с природным мхом. Здесь на них и кукушкин лен. И еще необычный мух, похожий на миниатюрный папоротник. Он называется плагиомниум остроконечный. Некоторые из них я добавлю к вереску и подсажу к мху молодила. А это молодила я приращивала на мох в прошлом году. Оно хорошо перезимовало и нарастило деток. После посадки не забываем мульчировать растения. Здесь под вереск я использую перепревшую кору. Музыка. 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 Мышанку шаловидную в виде яркой зеленой подушки посажу вот в этот ракарий и понаблюдаю, насколько она активна в росте. Ну а если что, если она будет очень разрастаться, то буду делить ее на небольшие кочки. Вторую инверсу я посадила рядом с валунами. И буду формировать не в виде стелющейся формы, а как вертикальное деревце. Сейчас главное, чтобы ели перезимовали, и уже в следующем году я их покажу, как будут развиваться. Друзья, мы сегодня с вами хорошо поработали. Заменили металлические опоры с княжиками на еле плакочей формы. Княжики я потом пересажу в другое место. Конечно, в моем саду часто бывают пересадки, переделки. Это и понятно, это творческий процесс. И мне всегда приятно, когда вы участвуете и в нем тоже. Ну а на сегодня все. С вами была Ольга. И до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»